Поставить на счётчик за таксистов всерьёз возьмётся областной Минтранс. Проверить наличие лицензии и оборудования автомобиля. Такое решение принято на заседании правительства. Сейчас в регионе без разрешения работают две трети всех извозчиков. И пока они больше озабочены переделом территории. Наш корреспондент Иван Попов провёл собственное расследование и стал свидетелем дорожных войн между теми, кто работает по закону и вне закона. На территории Самарской области около 400 предприятий, которые занимаются пассажирскими перевозками официально. Количество нелегальных счёту не поддаётся. Частные извозчики, бомбилы буквально выхватывают своих клиентов в наиболее людных местах. У них свои расценки и свои порядки. Легальных таксистов на своей, как они считают, территории не терпят. До Сызрани за сколько? Почему? Ну я у*****. Заезжай, эй. Хорош здесь рыбачить. Сколько до Сызрани? Давай, 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 давай. А почему? Чё такое-то? Котяну, потому что мы здесь работаем. А няне... Приезжал и сказал, гоните их, будет работа. Мы здесь рыбачим годами, блин. А не параться, ещё сюда к нам заходить. От легального такси бомбил отличает даже внешний вид машины. Ни названия организации, ни телефона, ни счётчика. В любой компании, получившей лицензию для своего водителя, такое невозможно. Мы проходим постоянный медосмотр. Машина осматривается, она чистая, всегда должна быть. Мы фотографируем машину, свои отправляем сразу. Если машина не чистая, и человек, представший, медосмотр не пройдёт, технический осмотр не пройдёт, значит машина на ливне не выйдет. Все эти меры служат одному – безопасности пассажиров. Лицензированный перевозчик несёт ответственность за жизнь своего клиента. Поэтому наряду с техническим состоянием автомобиля большое внимание уделяется готовности водителя. Прежде всего происходит визуальный осмотр. Я смотрю зрачки у водителя, поверхность локтевого сгиба. Пока человек доходит до меня, обращаешь внимание обязательно на походку, координация движения, сохранена линия. Потом, получается, начинаем делать инструментальные методы исследования. Закон, регламентирующий работу таксистов, был принят ещё в начале года. Но не все компании, занимающиеся извозом, поспешили его исполнять. Вице-губернатор Самарской области Александр Нефёдов подчеркнул, что к подобным организациям будут применяться самые суровые меры. Можно лишить лицензии, завести административные взыскания, а потом уже дальше, смотря от того, к чему может это привести. Вплоть до, если это будет на нарушение, связанное с нарушениями правил вождения, с какими-то несчастными случаями, ну там полная уголовная ответственность. Теперь под контроль таксомоторной перевозки берёт на себя областной Минтранс. Соответствующий закон в ближайшее время поступит на обсуждение в Самарскую губернскую думу. Региональный госконтроль за соблюдением такси обязательных требований будет проводиться в виде плановых и внеплановых проверок. Иван Попов, Ольга Павловская, Вячеслав Потоцкий. Новости губернии.